МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА При планировании Калинковичско-Мозырской операции Ставка провела работу с учетом положительного опыта и ошибок предыдущих операций. В рамках Калинковичско-Мозырской операции Белорусский фронт должен был охватить Бобруйскую группировку противника с перспективой выхода к Минску. Операция превратилась в дуэль командующего генерал армии Константина Рокоссовского и генерала пехоты Вальтера Вайса, который командовал 2-й германской армией. Со стороны противника Рокоссовскому противостояли 9 пехотных и 2 танковые дивизии, 3 дивизиона штурмовых орудий, кавалерийский полк и 4 полностью укомплектованных венгерских дивизий. Рокоссовский активно использовал 2-й и 7-й гвардейские кавалерийские корпуса, которые с помощью партизанных проводников в результате перехода по лесным дорогам установили контроль над стратегически важной дорогой Мозырь-Петриков. Резко усилили наступательные действия 61-я и 65-я армии, 16-я воздушная армия. Итог. Освобождение 14 января 1944 года Калинковичей и Мозыря. По военно-стратегическим соображениям, с учетом возможностей уставших бойцов и командиров рабоче-крестьянской Красной Армии и еще ощутимой мощи противника, наступление не продолжали. Охват бобруйской группировки вермахта с юга создал условия для бобруйского котла в рамках операции «Багратион». Через пять месяцев командующий Первым Белорусским фронтом Рокоссовский продолжит работу, начатую в Калинковичско-Мозырской операции. Во время операции 20 января 1944-го разведчики 37-й гвардейской дивизии в болотистой местности Северней Азаричей обнаружили три лагеря смерти, где томились и умирали более 33 тысяч советских граждан. Среди них находилось около 300 человек, больных с сыпным ТИФом. Подступы к лагерю были заминированы. 21-26 февраля 1944 года прошла наступательная Рогачевско-Жлобинская операция. В ней участвовали армии 3-я, часть сил 50-й и 48-й, 16-я воздушная. Им противостояла 9-я немецкая армия группы «Армий Центр», которая занимала две укрепленные оборонительные полосы и сильные узлы сопротивления в Рогачеве и Жлобине. 21 февраля советские войска перешли в наступление и за два дня прорвали оборону противника, форсировали Днепр, перерезали железнодорожную дорогу Могилев-Рогачев. 23 февраля подошли к Рогачеву и на следующий день штурмом освободили его. Продвинулись до реки Друдь, захватили плацдармы на обоих берегах Днепра, подошли к Жлобину. 24 февраля 1944 года в Москве дан артиллерийский салют в честь освобождения Рогачева. 26 февраля 13 соединениям и частям было присвоено почетное звание Рогачевских.